Радио Свобода со ссылкой на источники в контрразведке СБУ пишет, что чеченские военные российских оккупационных войск, известные также как кадыровцы, неоднократно снимавшие пиар-ролики о своем пребывании под Киевом и рассказывающие о наступлении на украинскую столицу, за время пребывания в Украине потеряли сотни военнослужащих и 13 марта вернулись в Грозный через территорию Беларуси. Источник издания рассказал, что 28 февраля кадыровцы попытались десантироваться в районе аэропорта Гастомеля, но эта операция завершилась провалом, чеченцы потеряли несколько сотен двухсотыми. 4 марта группа чеченских боевиков численностью 1200 человек под командованием помощника Кадырова Даниила Мартынова зашла из Беларуси через Чернобыльскую зону на территорию Киевской области и разбила лагерь в лесу под Бородянкой. Однако ночью в лагере взорвались боеприпасы, в результате чего часть боевиков погибла. С тех пор кадыровцы разделились на несколько групп и начали действовать осторожно, непосредственного участия в боевых действиях они больше не принимали, а лишь кошмарили местное население и снимали видеоролики для соцсетей. В конце концов 13 марта кадыровцы эвакуировались в Чечню через территорию Беларуси. Между тем Алексей Арестович заявил, что российские власти выбрали самый глупый путь – продолжение войны. РФ еще раз пойдет в наступление в Украине и только после этого сядет за стол переговоров. В случае повторного наступления армия РФ ничего не добьется. Погибнут еще как минимум 10 тысяч оккупантов. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.